о новых методах оздоровления там лечения вот смотрите там допустим от паразитов крови применяют методы облучения крови то есть на запястье ставят этот излучатель и в течение какого-то времени просто он вот всю эту кровь которая проходит у нас через запястье он и облучает частотами и какие-то в крови есть паразиты а именно в основном настраивается определенно там допустим на хламидии там или на герпес или еще там на что-то и пошло-поехало значит вот это все частотами уничтожается вот хорошая такая вещь считается а я вам до этого рассказывал 31 что смотрите зависимости от того как у человека настроено сознание а это значит какие частоты она излучает можно так сказать сознание каждого человека работает на своих собственных частотах и в зависимости от этой работы оно само уничтожает вот эти все там герпесы мерписы хламидии мамидии прочее 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 вот это важно понимать то есть самонастройка сознание а так получается что допустим на полечились все это как положено сделали и не возражая эффект может быть хорошее все но мы опять вступаем жизнь свою нормальную обычную обмениваемся вернее общаемся с людьми которые нас окружают и опять от них нахватываемся того чего избавились и опять значит будем применять этот костыль излучателем для того чтобы бороться конечно встает такой вопрос а не проще ли поднять частоты своего сознания которое за счет этого уничтожает не один вид там каких-то там вирусов микробов грибков имеющихся у нас в организме оно уничтожает весь спектр все это дело все что попадает в нашу ауру вот я не зря вам такую красивую оболочку привел которая окружает человека энергетическое и вот там эти частоты естественно они пронизывают и суть человеческое тело вот они то и работают таким образом что все что там попадает лишнее вредное ненужное уничтожается я лично придерживаюсь вот этого мнения поднять частоты вопрос а как их поднимать в первую очередь избегать вернее опять таки у нас есть сознание у нас есть ум познать идет человек и у него там различные мысли как там отдать кредит как там заработать денег вот что-то там у него там побаливает вот у него там с детями женами с родителями но в таких уж переживаниях каких-то идет хмурных то есть вот эти все мысли они понижают вибрации наше вот это вот энергетическое тело энергетической субстанции которую мы представляем и наоборот если у нас вот а это не просто знаете что там у нас радостное настроение его надо вызвать это радостное настроение его надо стимулировать его надо поддерживать его надо закреплять его надо обновлять и тогда вот эти частоты которые у вас есть они будут на более высоком уровне более тонкие более мощные частоты которые все это вирус ню герпес ню и прочее прочее будут разрушать еще на подходе не внутри а на подходе вот такая вот защита то есть это своеобразный вот много говорится об иммунитете а это энергетический иммунитет который на дальних поступах уже все уничтожает вот это важно понимать и поддерживать и вот допустим пришла какая-то такая мысль негативная как поступать вот в ее в первую очередь ваше сознание должно должно быть сторожем и контролировать то что там у вас творится в уме и вот в ум все таки только раз сгенерировал плохую мысль а ваш вот этот вот сторож уловил что вы сделали вот такой вот значит что надо сделать на эту плохую мысль надо сгенерировать 3 вот обычно так я слышно 3 противоположные мысли а именно там она где-то там болит такой себя там поймали вот болит а он это так трижды здоров 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 все у меня отлично я здоров ешки молодой здоров так раз-раз-раз-раз-раз то есть вы эти все вытесняйте они конечно будут лезть без спросу нагло там не только мысли но и разного рода сущности так и норовят постись на нашем энергетическом пространстве так сказать посасывать от нас энергию вот поэтому ни в коем случае этого не допускать а так оба на одну негативную мысль на одно негативное слово три прямо противоположных но положительных хоп и вот так вот работаете с собой но это конечно уйдет не один день не один месяц я думаю даже не один год но важно сначала понять что есть такая методика есть она и ее использовать если человек не знает что такой методики нет кто туда он прибивает в отмем мраке и не знает как подойти к этому вот это большая разница потом есть знаете вот там заряжают крупинки также какими-то частотами такими благими благими частотами эти крупинки человек есть и вот согласно версии вот такого лечения это все должно помогать то есть там считывается допустим вибрации или или частоты благости из каких-то намоленных фигур икон мест делаются своеобразные банки информации потом значит вот это все естественно за денежки так переносится заряжается крупинки и человек пьет и вот как бы сказать он облучается такой энергии но я думал вот так вообще-то вообще-то в теории хорошо а что получается получается на практике на практике у нас как раз такой человек был на программе я думаю что этот специалист за это зачастил у у нас оказывается зачастилась от того что естественно рекламка нужно было что он лечил нашего там продюсера и его маму ну и где-то месяца два-три подобного лечения и мама и она попадают в больницу причем с тяжелым состоянием что у мамы там онкология а это так хорошо это значит бывает шандарахнет по здоровью там можно так сказать долечились вот этими вот частотами крупинками я для себя так рассуждаю найти важно чтоб человек сам поднял эти вибрации ну возможно вначале там ему помочь но но когда хотят хотят подменить его собственные негативные вибрации ну как знаете как это ага да ладно мол о хорошо я лечусь то есть его уровень сознания как был так и остался на том же уровне и здесь получается нестыковка вот этих вибраций с тем что человек сам генерирует и тем что пытается его вытянуть и это вот нестыковка таких таких будем говорить интересов энергетических приводит приводит к тому чтобы человеку показать слушай ты используешь не то что тебе надо это не свойственно тебе лечение ты можно сказать до него не дошел и для того чтобы аааа вот это все показать происходят вот такие катаклизмы чтобы человек все это бросил а если не бросит то эти вибрации не свойственные ему просто напросто его разрушат убьют в конце концов вот такие вот вещи и сейчас вот это вот энергетическое лечение через эти вещи там через крово вручение ну есть такое есть такое вот оно как бы сказать его там шире внедряют говорят вот новый этот новый уровень как бы сказать лечение новый уровень оздоровления нет знаете все это было все это было есть такая простая поговорка застав дурака Богу молиться он и лоб расшибет так вот да и вот эти вот вибрации ну как атомную энергию дали зачем он ее использует да просто в первую очередь уничтожить себе подобных так уничтожил вот смотрите как интересно получается уничтожил там себе подобных но другой народ а вот другой народ я его не понимаю у него там вера такая-сякая мы его сейчас сожжем ядерным пламенем и все сожгли но в своем собственном обществе появляются недовольные кто-то банкир кто-то там этот а чё я должен там водопроводчиком работать что я там должен пиццу тебе разносить или еще там что-то такое и опять напряжение в обществе и опять кого-то надо уничтожать понимаете опять это все было давно пройдено с библейских времен два брата родные братья опять Каин и Авель вот остались недовольны решением своего отца и сочли виноватым друг друга и один убил другого то есть это вечная проблема и в этом не надо как бы сказать зацикливаться все это все это уже давно было остается остается тот путь который и был поднимать вибрации собственного сознания поднимать его частоты для того чтобы чтобы открыть совершенно новые технологии в первую очередь это оздоровление самооздоровление вторую очередь это возможность делать из пространства материализовать те или иные вещи это опять таки зависит от нашего сознания куча имеется примеров что люди творили чудеса сейчас как-то уже в это все не верится доказательства и прочее прочее ну и не обращайте внимания на таких людей вот если бы обращал внимание то то давно бы уже сгинул залечили бы а то когда начинаешь вот рассуждать понимать то есть ничего не надо так вот отвергать сразу же надо все это обдумать посмотреть а было ли это раньше такое в истории и с разных сторон и тогда как-то мнение изменится ну это такое небольшое лирическое отступление было а именно именно это подъем вибраций собственного сознания вот той яйцеобразной субстанции которая окружает человека и пронизит его это все мы мы не только тело а мы вот эта субстанция это личное пространство но далее мы выступаем и за свое личное пространство и своим собственным умственным настроем можем структурировать окружающее пространство вокруг нас тем самым облагораживая его и вот это вот я знаете пройдя там через многие-многие такие вещи я вот пришел к такому вот выводу что существует работа с телом это то что было так сказать второстепенное и существует работа с основой а именно с сознанием которое образует и тело и всю нашу живую сущность и вот с ней то с ней то и работать и тут открываются безграничные возможности колоссальные возможности во всех отношениях здоровья процветания благосостояния ну пока у нас так знаете настроился на волну пошла такая беседа что я вот скажу вот многие тут такие умники в кавычках вот у тебя там плагиат вот они даже не знают основы основы творчества основы созидания что на уже ранее известных каких-то изобретениях достижениях другие люди умудряются создавать нечто новое как я говорил из этих психокализм питания там дыхание индивидуальной конституции я вот умудрился создать систему такую адаптированную для нас которая прекрасно работает вообще-то потому что она обладает самодиагностикой она обладает тем что вы можете контролировать куда вы оздоравливаетесь и естественно с учетом этого подбираете оздоровительные средства которые как инструменты а до этого как раз яркий пример привести подобного что вы знаете один механик в ванной он не изобрел ни там рычага он не изобрел ни колеса ни парового этого котла ничего но тем не менее тем не менее из всего что было он умудрился изобрести паровоз то есть это совершенно новое был котел был там чайник потом котел потом там рычаг потом там колесо а он умудрился сделать так чтобы соединить работу пара с колесом как это все можно сделать вот так точно и я только раз все тут под ногами у нас лежит под ногами вы понимаете лежит все эти вещи а мы ими не пользуемся вот такая вот удивительная вещь что-то еще хотел сказать на эту тему слишком долго я подхожу дабы основательно показать как создается паровоз как создается системы оздоровительные так что не надо завидовать надо сначала понимать смотреть как это как это все происходит как что он использовал как он все это соединил и просто напросто удивиться надо же ты смотри все было известно все были знали туда-сюда а вот не догадались как это все сделать а он только раз и создал из оздоровительных средств паровоз то бишь систему которая работает для всех понимаете потому что она основана на индивидуальных особенностях человека это так к примеру и я вот как раз еще смотрите вот духовный мир вот духовность духовность там мы говорим толком не понимая в чем там она заключается а для того чтобы понимать как бы сказать пропитаться этой информацией естественно надо читать тех людей которые в этом плане чего-то достигли что-то имели и вот я изложил уже круг думал замкнулся но у меня еще январь не готов оказывается надо январь сделать круг святых круг календаря народных примет и вот там знаете даже вот и пытались бы вот эту духовность как-то там поддодушить допустим на тех же народных приметах наших славянских но они не поняли как это надо душить все это проскочило и вот я все это там читаю вам там рассказывал естественно сам пропуская все это через себя я стал лучше понимать вот этот народный календарь что почему именно большая идет работа и подоснова с энергетикой я бы не сказал что с какой-то потусторонней энергетикой а с первоосновной энергетикой которая лежит в основе правления жизни человека вообще жизни на планете земля и они все это там подзаметили в течение поколений вывели и стали применять там приметы там погода еще что-то там когда жениться еще что-то делать и что не делать если ты ждешь ребенка если не получается ребенок ну и многое такое и плюс жития святых жития святых это те люди которые достигли прогресса в взаимодействии с духом вообще с тонким миром лучше так сказать а именно вот чтобы это понять а что они делали вот что они делали что они стали так заметно отличаться от нас то есть за счет чего они подняли вибрации своей вот этой вот ауры свое сознание и все ученичество ранее особенно заключалось в том что ученик идет к учителю и просто-напросто начинает копировать то что он делает даже учителя не все могли объяснить почему за счет чего они стали такими это тоже такой интересный вопрос можно иметь что-то но не объяснить как это у тебя получилось что ты стал таким это большое дело объяснить вот феномен своего становления феномен подъема вибрации за счет чего как чего это происходит ну вот я так пока во время этой беседы кратенько подошел к этой важной теме потому что из всего что я вот прошел начал этим заниматься практически лет с 15 так скажем с 15 лет а это именно вот меня увлекли как стать там сильным и за счет вот этого всего и дальше начал наращивать наращивать знания наращивать наращивать возможности и подошел к такому понятию самостоятельно это очень очень важно вот есть ориентиры ощущения по которым можно судить как у тебя поднимается вот эта вибрация и смотрите есть такие такие как бы сказать моменты когда ты входишь в это состояние выходишь и когда ты остаешься в некоторых случаях способствует подъем вибраций разные посторонние явления ну в первую очередь это музыка вибрации музыки особенно мелодии а как правило где-то тут скрипка задает мелодию вот невольно настраивает человека на более таки высокий лад высокие вибрации ощущает это в виде того что мурашки бегут то есть он он чувствует вот некое парение у него началось легкое спарение воодушевление вот это вы уже подняли свои собственные вибрации далее если вы прочитали там какое-то интересное там стихотворение услышали там отрывок то есть звук очень сильно влияет звук потом идет у нас зрительный анализатор вид вид какой-то красивый вид вид озера вид там каких-то животных особенно горы стимулируют это вот великолепие огромное колоссально вот эта масса которая навевает на силу на красоту на гармонию горы очень сильно стимулируют ну и плюс это могут быть леса наши то есть любые красивые виды там статуи картины все это вызывает такое умиление и подъем вибрации ну и в конце концов вообще-то это самое главное это вот какое-то такое общение общение которое как я говорю общение с целью возвысить человека не сказать ему что ты такой сякой этакий вот никчемный а наоборот даже то любого человека там имеется свои какие-то сильные стороны сильные стороны где-то их подчеркнуть хотя бы даже начатки этих этих положительных вещей все это способствует тому что человек повышает свою самооценку и его вибрации становятся более высокими ну и плюс естественно голодание правильно голодание молитва и другие вещи которые чаще всего используются вот они как раз способствует тому что вибрационная мощь возрастает ну давай 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 покусай покусай вот видишь сколько тут тебе куда-то разбежались ну на этом и закончим доброе здоровье все хорошо все хорошо метрами да метрами ну